Полемика не утихает. Несколько дней в средствах массовой информации обсуждается отзыв владельца саратовских авиалиний Аркадия Евстафьева на послание президента. Его бизнесмен посчитал достаточно слабым. Следующее высказывание коммерсанта коснулось работы общественной палаты области. Как восприняли общественники очередное высказывание бизнесмена, расскажет Анастасия Куклева. С проблемами воздушного сообщения в областном центре хотя бы раз сталкивался каждый житель Саратова. Задержка рейса, дорогие цены на авиабилеты и старый авиапарк. Небольшой перечень того, чем славится Саравия. Монопольное положение авиакомпании душит рынок воздушных перевозок региона. Эту тему общественники подняли не случайно. На заседании в общественной палате должен был присутствовать акционер компании «Саратовские авиалинии» Аркадий Евстафьев. Но мероприятие он проигнорировал. «Аркадий Вячеславович, вы просто должны извиниться перед Александром Соломоновичем, перед нами всеми за вот это вот барское». Такое, знаете ли, мы не халуи. Мы такие же граждане, как и вы. Хотя вот у меня такое ощущение, что москвичи не все, правда. А те, кто туда приехал и также там работает в последнее время, это какая-то нация номер один. Не так. Мы и жители, и граждане России. Мы жители вашего родного города, Аркадий Вячеславович. Мы вам напоминаем об этом. И тоже имеем право на свое мнение. В общественной палате Аркадий Евстафьев ждали для того, чтобы обсудить его отклик на недавнее послание президента Федеральному собранию. Коммерсант посчитал послание Владимира Путина слабым и увидел в нем лишь набор лозунгов. Также в своем интервью Аркадий Евстафьев дал отрицательную оценку работе общественной палаты области. И порекомендовал обсуждателям переквалифицироваться и начать что-то делать, хотя бы улицы подметать, сказал в своем интервью владелец Аравия. Подобные высказывания со стороны нашего земляка возмутили членов общественной палаты. Удивительно слышать от этого гражданина подобные оценки, потому что это нужно быть как бы слепым или глухим и не видеть того, что сегодня общественная палата, какое она занимает место в жизни нашего общества. Потому что все какие-то проблемы, которые сегодня людей волнуют, они не проходят мимо нашей общественной палаты. И на ее площадке мы обязательно эти вопросы ставим. Мы критически оцениваем тогда, когда где-то правительство, соответствующее министерство не дорабатывает. И не было такого состояния правительства, где бы я и мои коллеги не задавали бы эти вопросы. Накануне в своем интервью Аркадий Евстафьев признался, что никакого официального приглашения от общественников он не получал. Другого ответа от коммерсанта признался Александр Ландо, он и не ожидал.